И теперь давай расширим тему сомнамбулизма. Это одна из таких тем, которая спорная, которую никто нормально не может описать. Кто что придумал, тот, кто и написал. Всякую ерунду пишут люди. Давай посмотрим, чем сомнамбул психически отличается от не сомнамбула. Ключевые отличия в психике. Именно в глубине психики. Почему его психика обладает способностью к внушению, к очень быстрому? Что отличается от психики личного человека? Мне сразу самое интересное, что ты представила человека стоящего, куда потянет, в какие системы. Сразу тянет мозг. Я понимаю, что у сомнамбулов реакция другая. В плане то, как они реагируют на ситуацию в жизни, оно у них сразу же отличается от простого человека. Попробуем понять, от чего это зависит. То есть они на все реагируют и видят по-другому. Это уже заложено, как у них в системе. С верой связано. У них она как будто шире. Вера внушаема здесь в том числе. То есть у них, если у человека простого вера такая очень сконцентрированная, да, там фильтры какие-то стоят в плане логика, да, там как логическое мышление более действует. Здесь вера, она такая очень легкая, воздушная. Она позволяет, вот себя впускает без критического мышления практически. Но потом-то что-то должно, по идее, как происходить. Но не все воспринимается. Она впускает в себя. Ну давай выведем вот на экране. Оно как будто позволение идет. Вот вера у них открыта. Критическое мышление в этот момент, можно сказать, выключено. Но по ощущениям не скажу, что все при этом принимается. То есть оно впускается, как вариант. Сразу уторжение никакого вообще не вызывает. Но потом как будто у них фильтр стоит чуть-чуть дальше. Не на входе, да, а как будто на выходе. Давай сейчас перейдем, глянем фильтр. Зайди в механизм памяти. И там у нас есть фильтр, который разделяет будущее и настоящее. Который через ресурсные травмы идет. Ага, посмотри, как он у них устроен. У меня такое ощущение, что у них восприятие ресурсных травм другое. Что там есть нарушения, какие-то изменения. Не нарушения, а изменения, а отличия. Вот образную систему пока передам. Потом я начну раз больше посмотреть глубже. Фильтр простого человека, фильтр самнамбула, он рисуется как сито. Что одно, что второе. Только сито у простого человека очень мелкое. А у этих людей оно как-то как конкретная широкая сетка. Как будто пропускная система души уже шире. То есть ресурсные травмы, они есть, они присутствуют, но они находятся на каком-то таком расстоянии. Душа уже первоначально может давать им больше. То есть они лучше контакт с ней устанавливают. Задай вопрос, за счет чего такое формирование произошло? Это избыточный травматизм в детстве? Или это душа с большим опытом? Или что? Что приводит к таким вот вещам? Сейчас. Это не обязательно совершенно душа с большим опытом. Здесь идет как будто нарушение больше как психики. Ну, если так можно сказать. То есть какие-то не то чтобы нарушения, но она как-то по-другому работает. Это связано с травматизмом? Может быть, да. Вариант может быть, да. Еще такое вот ощущение идет, что... В любом случае связано с каким-то событием, которое просто перещелкивает. И вот эти вот... Да, это идет с детского совершенно возраста. То есть вот это перещелкивание может произойти на фоне травмы, а может произойти просто на фоне, допустим, броса адреналина какого-то, да, так, ну, в плане, наоборот, возбужденного состояния, такого воодушевления, наоборот, какой-то радости. И в этих состояниях вот ребенок как будто на наблюдателя уходит. Он смотрит, видит так со стороны. Вот такое интересное, но как будто становится их два сразу по ощущениям. И получается это как точка сборки, да, она немножко сдвигается с самого раннего детства. И потом идет социализация, когда он всегда в двух ролях. Он всегда смотрит изнутри и может выходить снаружи. То есть у него критик по-другому работает. У него критик как будто работает с самого раннего детства. Вот там я говорила, что наоборот критика, да, отключена, но она не отключена. Она просто, она впускает в себя все, но наблюдатель вот этот сразу же фильтрует, что принимать в себя, а что нет. То есть что встраивает в себя, а что нет. Получается он как, ну, я не знаю, очень так четкое разделение их, что ребенок все время с одной стороны в себе, а с другой стороны он сбоку в наблюдателя смотрит. Нужно это ему, не нужно. Как будто фильтрует не сам, да, находится тот, кто в наблюдателе, в наблюдатель фильтрует. Как будто точка безопасности сдвинута. Сдвинута, да, в сторону немного. Странные ощущения такие. Пока все сомнамбулы, с кем я встречала, они в детстве имели очень жесткий травматизм. И вот у людей, у кого не было такой травматики, они, как правило, не сомнамбулы. Ну, либо раскачанное сомнамбулы, да. Мне приходилось вот это двойное восприятие тренировать. А тут, получается, оно у них прошито с детства. С детства, как правило, какой-то стрессовой ситуацией, когда вот вынужден был, вылетел вот в это восприятие, и все. Либо же это был план души. Вот я говорю, что когда это не обязательно будет стрессовая ситуация, это будет, наоборот, может быть, подъем эмоционально очень сильный. Это адреналин, в том числе, мне показывает, как эти американские горки, да, когда ребенок просто вот садится туда, и летит у него в этот момент что-то включается. Потому что это было уже запланировано, что так должно было быть. Либо же это травматика. Ну, это все, получается, будет. Вот, а давай посмотрим, в какие вещи кармические или ресурсные это все уходит. Потому что реально эти все жизненные ситуации стрессовые, ну, адреналин – это тоже стресс. Стресс тоже стресс для организма, да. Да, это все для организма стрессовая ситуация. Стрессовые ситуации, получается, прописаны. Где и как они прописываются, и что это определяет. То есть это какой-то механизм выживания у человека в стрессовой ситуации запускается. Да, Высшее Я, Высшее Мья. Когда случается эта стрессовая ситуация, она как будто поток энергии кидает не вот один шарик, грубо говоря, да, а два или три. И вот оно как расширяет очень много энергии, которая позволяет выйти в наблюдателя в этот момент. Ну, потом он становится как будто как нормой, он не выключается. Очень много энергии в этот момент закидывается. Сейчас посмотрю, где это заложено. С Богом что-то еще связано. Вот, программа. Я не знаю, вера, это Бога будет. Угу. Дискар ширине идет. Как будто идет, Бога выносят в сторону. Вот с этим наблюдателем они выносят Бога в сторону. То есть, по сути, не они смотрят, да, как бы в наблюдателя стоят, а это Бог. Он рядом всегда, но он уже не внутри. То есть, как будто он не помог в этой ситуации. Он помог, да. Ага. И вот эта вот вера в него очень широкая. То есть, она такая прям пропускная вся. Угу. Она есть, она есть искренняя, но она где-то вот рядышком все время. Угу. Похоже, даже вот как на ангела, хранителя, вот учителя могут заменять. То есть, Бог. Угу. Все что угодно. Появляется кто-то вот второй. И он пропускает. Угу. Он фильтром служит по всем параметрам. Интересно, а как они вот связывают. То есть, с одной стороны, это ощущение, что часть себя. Угу. А с другой стороны, это как будто кто-то другой. Но это не похоже на шизофрению, да, как там с кем-то разговариваешь. То есть, это не та картина. Угу. За счет этого посмотри, как это влияет на работу с информацией в психике. Угу. Она просто потоком идет. Я не знаю. Она идет потоком, и как будто не то чтобы позволение того, кто рядом, да, но нет никакого сопротивления, что эта информация может к тебе не прийти. Угу. То есть, даже вот нету какого-то блокирующей программы. Угу. То есть, это идет полное принятие того, что вот идет. И выдача этого. Угу. Очень интересное ощущение. Допустим, сейчас попробую сравнить с тем, ну, с простым человеком. Угу. Вот если брать человека простого, допустим, из себя, да, беру, там идет все-таки через фильтр программ, и выдача информации идет через фильтровку собственных программ. И чем больше программы убираешь, тем чище становится выдача информации, качество ее, да, и достоверность. Если смотреть этих людей, здесь просто она идет, она не проходит ни через какой фильтр, но при этом она может цепляться за какую-то программу. Но это не будет так ощущаться, что ли, она может зацепиться где-то краешком, да, и вылезти через нее. Но при этом это не будет зависеть их проработка как будто от качества выдаваемой информации. Или от, не от качества выдаваемой, а от получения информации, потому что информация валит потоком, и они ее принимают. Они очень просто ее берут, вот просто как вот так вот. По сути дела у них получается прямой коннект с душой, прямой коннект с инеркопотоком моей души, да? Да, то, что вот, когда в память, да, там показана эта сеть, она как сетка, она очень большая, она как, знаешь, забор такой металлический, да, сеткой. То есть программа-то есть, она может цепануться, но она не помешает получить эту информацию в нормальном виде. А она искажение может быть, но она будет не столь большое. Вот это, наверное, основная разница. Если у простого человека нужно отрабатывать программы, чтобы информация была максимально достоверная, да, чтобы не шла через призму этих программ, то там даже если эти программы, они есть, но они не мешают получению информации. Частично может быть какие-то, да, но это будет очевидно, и, в принципе, поток информации при этом не останавливается. Этот человек себе не заблокирует поток информации, очень сильно нужно постараться. То есть получается, вот если обычному человеку надо прилагать кучу усилий для того, чтобы дойти до работы с информацией, то со мной было? Сесть, расслабиться. Сесть, расслабиться и натренировать на ощущение, чтобы у него это шло, и дальше у него прокатывает. Да, еще что-то здесь есть, здесь нужно, здесь тренироваться тоже нужно. В любом случае, чем больше ты своих программ чистишь, даже в этом случае это будет лучше. И здесь идет, что не мне дают информацию, что я ее беру. То есть все-таки веру в себя тоже нужно включать. Обязательно. Потому что это, вот это, да, потому что программа выноса того же Бога, да, там, кого, как мы это назовем, учитель, ангел, хранитель, неважно, оно до какой-то поры будет помогать с информацией, а потом она просто может максимально, ну, очень сильно блокирнуть. В какой-то момент развитие, оно может просто очень сильно заблокировать. Если это убрать, то информация валит просто потрясающе. Хорошо, давай со мной отключимся. Задай еще вопрос, есть ли какая-то информация, которую мы можем сейчас вытянуть после анаболизма? Как будто это можно включать без травматики в человеке. Сейчас я посмотрю. А если механизм дополнительный на включение, ну, чтобы ускорить процесс раскачки, он занимает достаточно длительный промежуток времени? Человека нужно максимально долгое количество времени поддержать в наблюдателе. И оно автоматически, наблюдатель это будет основное. Раскачка будет, оно знаешь, вот как будто сознание, да, и наблюдатели, и она раскачка вот так вот происходит. Интересно так? Ну да, потому что это восприятие, у людей же сразу что-то, ну, пошло клинит первые несколько дней. Как качель. И потом, вот в этом состоянии практики наблюдателя, они будут проваливаться, очень легко брать. И когда идет вот этот вот туда-сюда, да, наблюдателя, критический фильтр, он как будто такой, что происходит вообще, да. И он начинает клинить чуть-чуть. И поток информации идет лучше. Потому что мы критику как-то двигаем в сторону. А если ее попробовать на время, допустим, закрывать как-то или убирать? Критика, если ты по периферии ее не закручена. Можно отвернуть на время. Подложенный эффект будет, но не более. А наблюдение, да. Я поэтому все тренировки всегда начинаю с практик экстрасенсорики еще, с практик больного наблюдения. И поэтому результаты очень быстрые. Хотя я так хорошо эту практику не оценивала, да? Угу. Нужно обязательно. Вот, чтобы она именно вела к самнамбулизму напрямую. Это круто. Угу. Еще какая информация? Кажется, что каждый человек, может быть, является самнамбулом. Просто кто-то при этом спит, а кто-то уже включился в эту игру самнамбулизма. Угу. Предлагаю с горки проехаться какой-нибудь, такой, чтобы адреналина хапануть. Угу. И при этом в наблюдателя включиться. У тебя самнамбул. Угу. Ну, здесь идет автоматический вынос. Вот хочется сказать Бога в сторону. Угу. И потом Бога надо возвращать. Возвращать обратно. Все равно технически надо будет возвращать обратно. По сути, вот я сейчас под тебя по ощущениям беру, ты же не самнамбул. Угу. У тебя доступ к информации хороший, очень хороший. Но при этом ты просто ее берешь другим образом. Ты берешь через фильтр своих программ, но при этом фильтр, ты уже его достаточно хорошо почистила, да? У тебя программа, которая на данный момент выгодна тебе. Угу. Основные они могут служить очень хорошим помощником, потому что у тебя будут эти информации, которые тебе будут на пользу в любом случае. Потому что самнамбул берет, когда информацию, у него полный поток, оно дает то, что берет. Но там она, она там разная, она нужная, ненужная, она хорошая, она плохая. Там идет без фильтра, без никакого. А ты берешь четко то, что тебе ты сможешь строить в жизнь. Угу. Вот так как-то. Ну да, самнамбула, получается, приходится вести самостоятельность. Вот, да. Отлично, да. Когда человек вот уже тренированный, уже с загрузкой, самнамбул, дошел через программу, он выстроил программу так, что он вроде... Они действуют, они помогают, да. Но у него порядок выстроен внутри. Да. И он самостоятельно может эту информацию брать сам. Интеллект, логика, все тогда работает. Включена, да. Да, все работает. Нету ненужных механизмов. Поэтому здесь вопрос, нужно ли развивать самнамбулизм, как бы просто. Ну, видишь, как теми же самыми практиками раскачки все равно приходится дойти, чтобы ты дошел до 3.3, чтобы перейти в параллельность, да, чтобы объективная информация была. Хотя бы на ранних этапах тренировки. Потом многие вещи можно будет упростить. Но первый раз все равно приходится откатывать по полной. И вот докачать человека, это занимает очень много времени реально. И самое главное, что если человек в гипнозе тренируется и качается, то потом еще прорабатывай определенные моменты, которые связаны с гипнозом. Потому что гипноз и транс все-таки различаются. И гипноз, кстати, использует это дело. Он же в наблюдении угрожает человека. На транс ты должен вроде как не в наблюдении быть, ты должен быть в теле. Но при этом вот это вот… Понимаешь, просто здесь идет устройство психики, когда ты тренируешь человека, зависит не от тебя, сколько ты готов информации дать, да, как ты готов вложиться в этого человека, а то, сколько он готов взять на себя. Потому что у него должно быть гармоничное выстроение, да, построение гармоничной очистки от программы остановок. Потому что если этой гармонии не будет, человек может просто, ну… Психоз какой-то ударится, я не знаю, потому что, когда он живет, живет в этом мире, и потом резко его выдергивают во внутренний мир, да, и он, не знаю, здесь ничего не понимает. И начинается вот эта вот чистка огромными блоками, это может быть достаточно опасно. И здесь насколько человек сам быстро готов работать, прорабатывать себя. Здесь не зависит от себя, здесь зависит от того, как человек быстро работает над собой, готов прорабатывать себя, и насколько сильна, в принципе, у него психика, чтобы какими блоками. У кого-то раз в полгода вот такой блок можно снять, да, ему нужно проживать на опыте, а кто-то готов вот такой вот убрать, ему там дальше и дальше уже и пойти. Это да. Здесь гармоничная вот именно гармония. У каждого она своя просто. Это да, там же, понимаешь, получается, что когда ты просто сносишь какой-то блок программ, то психика очень быстро все выстраивает в баланс. Она тут же находит компенсации. И иногда компенсации значительно хуже, чем сами программы. То есть это надо учитывать, поэтому вот просто взять и снести, лучше сразу с трансформацией и с реконструкциями определенными внутри человека. Вот то, что мы переводим, например, по частотности вверх, энергию оставляем человеку, да, это очень многое делается. Ну вот в этом случае ее нужно направлять на определенные вещи, потому что если, допустим, человек пришел к тебе проблемой, у меня там плохо с работой, у меня плохо с семьей, у меня плохо со здоровьем, да, эти вещи, вот ресурсы, которые забираете, сразу же устраиваете на здоровье, на работу, на семью, но только в том виде, в котором хочет увидеть человек. Тогда будет сразу же гармонизация этих отношений. Одно вы убрали то, что не хотим, но мы сразу знаем, что мы хотим, и мы это построили. Не давать, чтобы Высшее Я самостоятельно выстраивало эти связи, потому что оно будет выстраивать их на травмах, те, которые не отработаны еще, и будут сразу зацепить за травмы. А когда вы закрыли эти вопросы, сказали, мы идем вот по этому сценарию, Высшее Я как будто перекрыло поток, оно уже с этим не работает, но будет работать с чем-то, возможно, другим. С той травматикой, которая осталась самостоятельно, но вот эти вещи оно уже не будет трогать, потому что есть осознание раз, есть собственный выбор два, и есть энергия, которая на этот выбор пошла, вложилась уже три. То есть нужно всегда тогда, работаешь со здоровьем, значит, на здоровье направляй энергию, только на то здоровье, на тот вид, который ты хочешь уже видишь. Чтобы отсюда ушло, сюда пришло, понимаешь, и это пришло, да, и чтобы это пришло, уже было с энергией, уже чтобы не было выбора куда-то в другое место направить. Потому что отсюда может-то уйти, но отсюда, ну, в какое-то другое место прийти, но создать там очередную болячку, потому что это будет травматика еще какая-то ресурсная. Вот таким образом. То есть направляй сразу ресурсы. Это да, это я уже с практики наметила, что все должно быть в жесткой компенсации, в балансе, иначе психика наша сама скомпенсирует, а она иногда компенсирует хуже, чем было. Так, хорошо, давай пока от этой темы отключимся. Продолжение следует...